Кто сейчас записывает эту презентацию или этот тренинг, чтобы вы в обязательном порядке записывали только экран. Понимаете правильно, потому что если вы сделаете это по-другому, то получится такая картинка, что вы потом запустите куда-то в YouTube. Люди, у которых плохое зрение, они вынуждены будут увеличивать экран, и у них просто будет все расплываться. Поэтому, кто еще из записывающих не подготовился, давайте я дам еще полминутки, и мы начнем. Партнеры, старички и только что вступившие в RedEx новички. Позвольте коротко представиться, кто меня не знает, меня зовут Марина Лемон. Я более 35 лет проживаю в Берлине, из них более 30 успешный предприниматель, и в RedEx я с первого дня. А очень прошу вас отключить ваши телефоны и быть предельно внимательными, поскольку информации много, и она супер ценная. Просьба также уважать наше время, наше внимание, и не писать чат во время тренинга. Итак, приступим. Сегодня мы поговорим о самом наболевшем, о правильном построении структуры, достижении результата при помощи наработанных стратегий, и о правильном использовании функций кабинета. Каждому, я думаю, понятно, что развитие структуры зависит от личного участия каждого партнера, от правильного понимания и решения поставленной задачи. Итак, давайте работать грамотно. А чтобы работать грамотно, нужно применять наработанные стратегии, о которых мы поговорим в первую очередь. Хочу также донести до вас, что система создавалась под один аккаунт, но опытные лидеры разработали некоторые стратегии, которые замечательно работают, и какую стратегию выберете лично вы, зависит только от вас. Единственная запрещенная стратегия – это так называемая платиновая линия, когда подписание всех партнеров происходит под один аккаунт спонсора. Поэтому будете бдительны, и если ваш спонсор навязывает вам эту стратегию, бегите от него, как от огня, к спонсору, который не нарушает правила компании. Итак, поговорим о лучших стратегиях. Немножечко отступление. Когда Redox открыл свои двери, большинство партнеров стали заходить в систему сразу тремя аккаунтами. И это был оправданный шаг, поскольку разница в инвестиции 3 или 10 долларов была на самом деле небольшая. Месяца два практически все структуры работали именно так, и стратегия эта получила название «Золотой треугольник». На презентации его особенно не пиарили, тем не менее дальновидные партнеры придерживались именно этой стратегии, этой отличной стратегии, пока не появилась стратегия, которая полюбилась буквально всем, и которая дала отличные результаты, поскольку площадки начали загрываться гораздо быстрее. Это имело как бы двойной положительный эффект и дало новый виток регистрации. И этот кратчайший путь к большим деньгам получил название «Золотая семерка». Давайте посмотрим на различия в стратегиях, чтобы вы могли определиться, какой стратегии вы будете придерживаться в будущем. Стратегия «Золотого треугольника». Я специально все расписала, потому что тогда вам будет удобнее как бы следить за моей речью. Заходим в систему сразу тремя аккаунтами. На первую и, по возможности, на вторую площадку. Почему сразу на две площадки? Система демократична. Она позволяет каждому, даже не закрыв свою текущую площадку, заранее занять для своих аккаунтов место на второй площадке. В чем ваша выгода? Все очень просто. Встав во вторую площадку, вы уже купили себе место, и все партнеры вашего спонсора, которые переходят на вторую площадку, они уже попадают в ряд, который расположен под вами. И заполнение происходит уже на этаж ниже. Таким образом, они заполняют и вашу площадку. Еще раз схема действий. Вы пригласили четырех человек по принципу золотого треугольника, то есть повторили. Они повторили вашу стратегию и закрыли своими аккаунтами вашу первую линию. Ну а аккаунтами приглашенных вашу вторую и третью линии из пяти. Ваши четыре человека повторили вашу стратегию еще раз и пригласили также по четыре человека и закрыли вам четвертую и пятую линию. Вот и все. Аларчик просто открывался. Два действия, которые вы должны сделать со своими партнерами, и ваш верхний аккаунт получит выплату. И как только следующие партнеры встанут в систему только их головными аккаунтами, ваши второй и третий аккаунты получат выплату. Поэтому пользуйтесь дубликацией. Дубликация – это залог успеха. Почему? Потому что мысль определяет сознание, которое сподвигает вас к действию и приводит к желаемому результату. Правда замечательная стратегия? Я думаю, да. И это еще не предел. Сейчас вы поймете выгоду золотой семерки. Когда я своими ирландскими лидерами разрабатывала эту стратегию, я просчитала результат, и мы пришли к единому мнению, что если партнер может позволить себе удвоить инвестицию в систему и купить вместо трех семь бизнес-мест, а значит заплатить не 10, а 20 долларов, то это будет абсолютно правильным решением. Но не поймите меня превратно, то, что я сейчас говорю, не является каким-то обязательством. Каждый решает сам, сколько денег он может инвестировать в систему. Итак, стратегия золотой семерки. Заходим в систему сразу семью аккаунтами на первую и по возможности тремя аккаунтами на вторую площадку. Но это совсем не обязательно, да, то есть про вторую площадку, это я так как бы добавила. Зайдя одновременно с семью аккаунтами на первую и тремя аккаунтами на вторую площадку, вы закрываете сразу два уровня из пяти на первой площадке и один уровень из четырех на второй площадке. Благодаря этому на первой площадке три ваших верхних аккаунта, они закрываются почти одновременно, а вслед за ними и ваши следующие четыре аккаунта, а также вы экономите целый ряд новых партнеров. Итак, зайдя, еще внимательнее, да, зайдя семью аккаунтами, вы заполняете сразу два уровня из пяти на первой площадке. Под вашей второй линией открываются восемь мест, которые заполняются партнерами, зашедшими так же, как и вы, золотой семеркой. Ваши партнеры приглашают следующих хотя бы на золотой треугольник, и ваши семь аккаунтов получают выплаты. Почувствуйте разницу заработка, ведь это важно на самом деле, заработать не 300, а 700 долларов, правда? Итак, подведем итог. Затраты на первой площадке более чем скромные, зато доходы просто замечательные, приблизительно в 30 раз выше инвестиции. Вот, ну вот, пожалуй, все. Мое пошаговое видео об этих стратегиях можно легко найти на YouTube. Скачайте и вникайте. И еще хочу добавить. Абсолютно бездумно вступать в систему более чем семью аккаунтами. А уж тем более закрывать площадку своими же аккаунтами. То есть приобрести все 62 места. Затраты будут у вас впустую, и вы сами себя затормозите. Говорю просто из как бы жизненного уже опыта, потому что было достаточно умников, которые пытались таким образом продвинуться к цели. И, конечно же, это принесло им только разочарование, потому что то, что они ожидали, их ожидания не оправдались. Оно и понятно. Ведь, по сути, вы стоите несколькими аккаунтами, у нескольких людей на нескольких площадках. И когда закрывается ваш четвертый уровень, у вашего спонсора закрывается его пятый уровень. И при закрытии площадки вы получаете, по сути, деньги вашего пятого уровня. Вот это надо понять в первую очередь. Перейдем к не менее ответственной части нашего тренинга «Правильное построение структуры». Немножечко углубимся, да? Дорогие спонсоры мои, настоятельно прошу вас следить за вашей структурой, отслеживать, кто из ваших партнеров тормозит, и сразу вступать с ними в контакт. Если это незнакомый вам человек, то в разделе «Мои функции» есть волшебная кнопочка, называется она «Узнать спонсора». Вы просто вставляете в окно логин этого партнера и получаете ответ. А также вы можете узнать его спонсора-спонсора и его спонсора выше, и даже заглянуть в их площадки. Далее. Многие пришли в Redux на переливы. Давайте разберем, что такое перелив и вообще, когда он возможен. Итак, смотрите, у вас в команде зашел такой умник, он пришел на халяву. Кто-то называет таких партнеров пустышками, я их называю насетками. Вот он зашел тремя аккаунтами в вашу структуру, сел на жердочку и выжидает. По принципу, я посмотрю, сколько переливов я получу, и, может, тогда начну приглашать. Человек, понимающий, не сделает этого. Почему? Потому что переливы работают где-то до третьей-четвертой линии спонсора. Потом они могут прекратиться. Ну, а если у спонсора развитая структура, понятно, что если такая насетка попадает в десятый, допустим, ряд, то давайте посчитаем, сколько нужно спонсору пригласить людей, чтобы обеспечить его переливами. Учитываем, что количество партнеров в каждом новом ряду удваивается. Итак, в пятом ряду у нас 32 человека, в шестом их уже 64, в седьмом 128, в восьмом 256, в девятом это будут 512, в десятом это будут 1024 партнера. Если ваша насетка зашла треугольником, то ее под аккаунты, они встали уже в 11-й ряд, считаем, 11-й ряд, 2048 партнеров, значит, перелив может прийти под насетку только с 12-го ряда. Это 4096 партнеров. Вот как. Правда, глупо ждать переливов? Я о том же. Давайте работать грамотно и приглашать. Это совсем не сложно. Нужно знать этот легкий маркетинг, досконально, и показать преимущества редоксов в полной мере. Вот такая маленькая преамбула. Итак, давайте займемся плотно сейчас. Итак, перейдем к теме. Когда вы заходите в ваш кабинет, то видите вот такую картину. Понятно, что когда ваша площадка заполняется, вы уже не сможете увидеть полную картину, поэтому даю вам подсказочку. Для правильного просмотра структуры необходимо найти в правом углу браузера значок «Три полоски» и, кликнув на них, изменить размер до 50%. Тогда вы увидите вашу площадку в развернутом виде. Вы можете просматривать вашу структуру вглубь, нажимая на нижние аккаунты партнеров. Вы можете заходить в их профиль и просматривать их личные структуры. И одновременно вы видите все дыры. Именно туда вам необходимо поставить новых партнеров, чтобы как можно быстрее закрыть площадку. И что мы видим, когда мы нажмем на три полосочки? Мы увидим пять уровней, и только они засчитываются в вашу юбочку. Как только равномерно заполнится пятый уровень, ваш первый аккаунт получит вознаграждение. Стоящие ниже, то есть в шестом ряду, которого вы не видите, они засчитаются уже вашим подаккаунтом. Это значит второму и третьему, потому что это будет их пятый ряд. Поэтому важно понимать, как правильно давать ссылки и расставлять треугольники. Потому что система ставит по принципу «Тетрис» туда, где не хватает. Ну и в этот момент кто-то в вашей структуре, соответственно, получает перелив. Далее. Надо понимать, что зайдя в систему тремя аккаунтами, вы образовали бинар. И вы образовали незримую бинарную ось. Вы ее не видите. Я специально пометила это красной стрелочкой. Итак, у вас два крыла. Левая и правая от этой оси. Если вы регистрируете партнеров по ссылке первого аккаунта, то есть головного, то они встанут поочередно под оба крыла. Причем заполнение происходит справа налево до бинарной оси и продолжается в этом же ряду слева направо опять же до бинарной оси. Во всяком случае, так вот это я наблюдала. Регистрируя по ссылке правого под аккаунта, вы получаете партнеров в правое крыло. Если по ссылке левого под аккаунта, соответственно, в левое крыло. Они никогда не перепутываются, потому что здесь четкое распределение. Поэтому зорко следите за заполнением и вовремя реагируете. А теперь посмотрим, как работает золотой треугольник. Поставив ваш треугольник на площадку, вы уже получили два сильных партнера. Это ваши главные игроки, ваши под аккаунты, которых вы зарегистрировали по ссылке вашего главного аккаунта. И это ваши крылья. Ваша задача поставить вашу вторую линию, потому что первая это вы сами. Во вторую линию, четыре партнера треугольником. Они заполнят ваш второй и третий ряд. И затем они повторят ваши действия, пригласят каждый по четыре партнера треугольником. И закроют площадку вашего первого аккаунта. Как только следующие партнеры встали в систему их главными аккаунтами, то есть заполнили ваш шестой ряд, ваши второй и третий аккаунты получают выплату. Понимаете, да? То есть насколько умно задумана система. Далее. Как быстро закрыть площадку? Я передаю вам свои наработки, поэтому я отталкиваюсь от своего опыта. Смотрим в кабинете, сколько партнеров вам не хватает. Далее смотрим, в каком ряду не хватает. Помните, что на первой площадке пять рядов. Если не хватает в четвертом ряду, то есть прямой смысл завести по ссылке вашего головного аккаунта одного партнера треугольником. Он одновременно закроет вам одно место в четвертом и два в пятом ряду. Если же не хватает в пятом ряду, то тут уже стоит завести всех недостающих партнеров, опять же по ссылке вашего головного аккаунта, каждого на один аккаунт. Система очень демократична, я подчеркиваю, это ее преимущество. Вы можете поставить себя самого любимого или ваших родственничков. В любом случае вы как бы малой кровью закрываете площадку и получаете в итоге во много раз больше. Стоит ли это делать, судите сами. Я и мои партнеры делали это неоднократно и были только в выигрыше. То есть запомните это. Как быстро малой кровью закрыть площадку. Ну вот мы и дошли до слайда, объясняющего, как работает золотая семерка. Сейчас начнется самое интересное. Внимание всеми фибрами вообще души и тела. Вот она, праведная линия, которая сделала огромное количество партнеров. Счастливыми. Они получили то, что ожидали. Итак, друзья, зайдя семью аккаунтами, вы заполняете еще раз. Сразу два уровня из пяти на первой площадке. Под вашей второй линией открывается восемь мест, которые заполняются партнерами, зашедшими так же, как и вы, золотой семеркой. В этот момент ваш головной аккаунт получает выплату. А дальше еще круче. Ваши партнеры приглашают следующих, хотя бы на золотой треугольник. И заполняют ваш шестой и седьмой ряд. Что произойдет при таком раскладе? Угадайте с трех раз. Правильно. Ваши оставшиеся шесть аккаунтов получают выплаты. Поэтому, используя эту стратегию, вы экономите целый ряд партнеров. Настоятельно рекомендую вам, если вы зашли в систему треугольником и под вами еще не заполнились места, вы можете дополнительно зарегистрировать по ссылке головного аккаунта, вашего головного аккаунта, еще четыре бизнес-места, образовав таким образом развернутый треугольник, то есть золотую семерку. Идем дальше. Поговорим про реинвест. У многих вопрос, как он работает, зачем он вообще нужен. Реинвест – это самый главный хранитель системы, позволяющий сработать неограниченное количество раз. Помните это. Вы закрыли вашу площадку и автоматом сделали реинвест. Когда вы делаете реинвест, это не значит, что вы появляетесь где-то в глубине вашей структуры еще одним аккаунтом. Нет. Этого не происходит по факту. У вас все тот же аккаунт, просто после закрытия площадки вы получили деньги, автоматом произошел реинвест, счетчик на этом аккаунте обнулился, и чтобы заработать на этой же площадке бесконечное количество раз, вы каждый раз делаете реинвест автоматически. По этому принципу работают все площадки. Это значит, что? Это значит, приглашаем дальше. Даже если все ваши площадки закрыты, то есть ваши аккаунты, я имею в виду, все получили вознаграждение. Это значит, приглашаем дальше, потому что каждый новый партнер, он встанет в свободную ячейку и поддержит всю структуру. Таким образом, ваш следующий партнер закроет площадку, сделает реинвест, и у вас прибавятся насчетчики. При этом вам фиолетово, останется ли он в системе, выведет ли он деньги, и будет ли он двигаться дальше. Реинвест произошел, и вам отсыпало насчетчики. Даже если он забросил свой аккаунт, у него когда-нибудь закроется площадка, тикнет реинвест, и вам капнет на счетчики. Поэтому понимайте, как важно приглашать и приглашать. Но приглашайте с умом и с расчетом. Ставьте ваших новых партнеров туда, где вы обнаружите брешь. И это не важно, останется ли этот партнер вашим личником. Или, запомнив брешь, он как бы получит другого спонсора. Главное, что есть активное движение в структуре, и ваши партнеры видят вашу работу. Я, например, уже давно не регистрирую по своей ссылке. Я смотрю в глубину, нахожу брешь и отправляю новичка именно туда. Это конструктивный подход к делу, потому что он в любом случае встанет выше, чем текущие места. Таким образом, вы защищаете свою структуру от застоя, одновременно набираете плюсы у ваших партнеров, и двигаетесь к вашей следующей выплате. Обязательно запомните, всегда приглашаем. И приглашаем, если вы стоите на нескольких площадках, сразу на первую, вторую, третью, вот на каких стоите, на эти сразу приглашайте. Если у людей есть возможность инвестировать в эту систему, покажите им возможность, покажите им результаты. И они поймут вообще, какую возможность они получают в руки. Давайте теперь плавно перейдем к функциям кабинета, и как их правильно использовать. Я взяла аккаунт моей дочери, потому что, понятно, да, кто-то может возмутиться, если я бы взяла чей-то чужой аккаунт. Я думаю, что многие методом тыка уже попробовали и набили себе шишки. Поэтому снова все внимание на экран. Узнать RDX или ID партнера можно, нажав на его фото. ID или RDX партнера появится в строке браузера. Также можно посмотреть, на каких площадках он находится и насколько развита его структура. И нажав на белые галочки под фотографии, вы зайдете на его площадки. Если вы нажмете на голубые эти кнопочки, вы зайдете на вашу личную площадку, а нажав на белые галочки, вас перенесет на его площадку. Вы можете также с ним списаться, кликнув на конверт слева от фотографии. Фантастика, правда? Система настолько демократична. Здесь можно отследить каждого партнера, и никто не спрячется или не сможет вам заливать неправду в уши по поводу его супер-пупер развитой структуры. Вы можете в два клика проверить, существует ли его лапша в действительности. Поехали дальше. Итак, не теряйте время на пустое кликанье. Работайте правильно. Экономьте ваш главный ресурс – время. Знаете ли вы, что, находясь на площадке партнера, изменив в строке браузера последнюю цифру на следующую, вы перейдете в следующую площадку этого партнера. Имейте в виду. То есть наверху изменили и быстренько увидели. Также пользуйтесь волшебными кнопочками в разделе меню «Мои функции». Это, безусловно, продвинет вашу структуру и в разы ускорит закрытие площадок. Пять замечательных кнопочек, которые принесут вам результат. Давайте каждую рассмотрим. Кнопочка смены спонсора. Ух, сколько было сказано в ее адрес негатива. А напрасно, потому что она решит ваши многие проблемы. И не надо бояться, что ваш партнер поменяет вас на другого спонсора. Работайте, дорогие мои, работайте со структурой, и тогда ни один партнер, поверьте мне, он от вас не уйдет. Итак, внимание на экран. Важно понимать, как эти кнопочки волшебные работают. Если вы или ваш партнер при переходе на следующую площадку хотите встать в выгодное для закрытия площадки место, то вы или ваш партнер можете поменять спонсора. Для этого нужно пройти в площадку и считать логин того партнера, под которого вы или ваш партнер хотите встать. И архиважно, после того, как вы подали заявку на смену спонсора, дождаться, новому спонсору необходимо в своем аккаунте подтвердить спонсорство, иначе система или смена спонсора не сработает. И только после подтверждения, убедившись, что спонсор поменялся, на красном табло появилось имя нового спонсора, вы или ваш партнер вступаете в следующую площадку. Смену спонсора можно сделать неограниченное количество раз, таким образом выгодно расставляя партнеров для скорейшего закрытия площадки. Следующая кнопочка. Как направить регистрацию в нужное русло? Все очень просто. Представьте себе ситуацию. Все ваши аккаунты на площадке закрыты. Что делать дальше? Вы можете, например, еще раз встать в площадку под партнера, у которого затормозилось развитие, и тем самым помочь ему и всем над ним закрыть площадку. То есть вы обнаружили брешь в площадке, хотите туда встать сами или поставить вашего следующего новичка. Для этого нужно пройти в площадку и считать логин того партнера, под которым вы или ваш партнер хотите встать, и направить регистрацию именно под этого партнера. После подачи заявки у вас откроется окно с именем партнера, которому нужно помочь. Вот так это будет выглядеть. После того, как система поставит нового партнера на указанное вами место в структуре, не забываем, что под каждым местом система ставит только два аккаунта. Не забываем также отменить заявку во избежание перебора. Вот есть кто-то там заложил, направил регистрацию. Людей льет в одно место. Вам понятно, что это не совсем правильно. Хотя если вы хотите развивать именно это место, то оставьте направление так долго в силе, пока вам это необходимо. Иначе отключайте. Смена логина. Когда это целесообразно делать? Например, вы перекупили место партнера, который ушел из системы. Его логин вам совершенно не нравится. Что вы делаете? Вы подаете заявку на смену логина, задав в окне новый логин. Все платные функции стоят просто копейки, и они значительно облегчают вам жизнь в RedEx. И вот еще самая, пожалуй, важная кнопка в функциях. Узнать, куда вы или ваш партнер попадет после регистрации. Или при смене площадки. Здесь есть некоторые нюансы. После регистрации или перед тем, как перейти на следующую площадку, узнайте, в какое место вас поставит система. Для проверки сначала введите в поле номер площадки, и вы увидите партнера, под которого вас поставит система. И если это место вам или вашему спонсору не подходит, задайте ID того человека, куда вы хотите встать в структуре. То есть того, под кого вы хотите встать в структуре. Это ваш новый спонсор. Поэтому вначале поменяйте старого спонсора на партнера, под которым будет самое выгодное место для вас. И только после подтверждения спонсорства новым спонсором вступайте в площадку. То есть, пользуясь этой замечательной функцией, вы можете подгонять ваши площадки до желаемого результата. Как работает кнопка смены спонсора, мы уже разобрали. И последняя супер важная кнопка – узнать спонсора. Представьте себе ситуацию. Вы обнаружили в структуре неработающего партнера. Что с ним делать? В первую очередь выяснить, откуда он пришел. Кто его спонсор? Может, это перелив, а вы и не знали. Узнать спонсора любого партнера в системе можно, задав в окне логин партнера и нажав на кнопочку «Пуск». Пардон, «Поиск». В нашем случае спонсором «Ламборджек» является Николь. И нажав на ее логин, можно даже зайти в ее профиль и посмотреть ее структуру. Вот так просто это делается. Ну и понятно, что вы можете узнать также спонсора спонсора и спонсора его спонсора и так далее. То есть пользуйтесь этой кнопочкой. Теперь мы подошли к десерту. На десерт я вам оставила функцию «Премиум аккаунт». Вопросов и ответов много. Что такое «Премиум аккаунт» и с чем его едят. И многие даже понятия, как выяснилось, не имеют, как это работает. Замечательно, что админы подумали об этом. Вот сколько у нас нытиков. Я не умею приглашать, у меня ничего не получается и так далее. Вот она спасительная функция. Потому что покупая «Премиум аккаунт» за микрический вообще 0.005 биткоин, это порядка 3 долларов, вы становитесь держателем банка новичков. И все партнеры, которые регистрируются в RedEx без реферальной ссылки, они попадают, о чудо, к вам, дорогие мои. Вы их увидите в вашем кабинете в разделе «Моя статистика», «Мои рефералы». Они уже зарегистрированы под вами. Вам нужно только с ними связаться и завести их на площадку. Ваша радость, она будет длиться ровно столько, пока следующий партнер не купит «Премиум аккаунт». И тогда вместо вашего имени появится имя нового держателя банка новичков. И деньги, собранные путем покупки «Премиум аккаунта», они собираются на балансе. И как только соберется сумма в один биткоин, баланс обнулится, и система разыграет биткоин между партнерами, которые купили «Премиум аккаунт». Фантастика! То есть, покупая «Премиум аккаунт» за 3 доллара, вы убиваете двух зайцев. Вы получаете новых партнеров на автомате, а также шанс 1 к 200 получить целый биткоин в подарок. И последним победителем можно увидеть подсчетом баланса. Ну вот и все. Остальные функции я вам показала. Остается только включиться в работу. Еще коротко о насетках. Смотрите. Вам не нужно цацкаться с ними, не нужно кокетничать с ними. Вы же прекрасно понимаете, что этот человек пришел в систему, чтобы за ваш счет себе нажиться биткоинами. Разжиться биткоинами. Поэтому, если вы видите насетку в своей структуре, сразу стучитесь к ней, спрашивайте, почему не работает, почему затормозил, почему спит. Ждет переливов. И если вы услышите «Да», то объясните ему популярно, что переливы, как они работают вообще. И что переливами вы на самом деле делитесь только с партнерами, которые работают структурно, да, то есть в команде. Объясните ему вообще-то функцию направления регистрации, вот эту кнопочку, да. Просто популярно объясните, что вы будете лить партнер, расскажите ему, да, то есть разверните его структуру вашу перед ним и покажите. Вот видишь, там налило, тут налило. Почему? Потому что я работаю так. Вот если ты включишься в работу, я пойму, что ты работаешь на структуру и на себя самого любимого. И, конечно же, следующий перелив я могу послать к тебе. Вот так просто это делается. Уверенно, ваши насетки, они перейдут в работающих, действующих партнеров. И еще одна вещь. В каждой системе, да, есть нерадивые лидеры. Или, как я их называю, псевдолидеры, которые занимаются отвербовкой. Держите ухо востро. Потому что, если они будут вас заманивать своими ковришками, понимайте, в первую очередь, что им в этот момент все равно, там, сколько человек они отвербуют. Одного, десять, сто, они все ядные. И нет никакой, на самом деле, возможности остановить это. Поэтому держите ухо востро и понимайте, что если вы поменяете спонсора на следующего, да, то вас просто используют тупо. И вы, как бы, закроете, грубо говоря, заткнете брешь в структуре какого-то спонсора наверху. Поэтому всем рекомендую оставаться в ваших командах, работать непосредственно с вашим спонсором. Если он спит, или там, допустим, еще над ним кто-то спит, ну, понятно, что переливов и быть не может тогда, да, поэтому стучитесь к вышестоящему, звоните, просто наседайте на него так, чтобы он с вами, как бы, прошел возможность, да, или показал вам возможность вашего роста обязательно. Ну, вот теперь, я думаю, действительно все. Итак, мысль определяет сознание, которое сподвигает вас к действию и приводит к желаемому результату. Вот такая простая аксиома ведения бизнеса. Поэтому действуйте, друзья. И теперь позвольте мне откланяться до следующей школы в субботу или в пятницу на мою презентацию, когда я провожу обзорную презентацию по Редексу. Это всегда в 18.00. Либо, как я уже сказала, я буду просить Андрея, чтобы он разрешил мне раз в месяц, в первую субботу, допустим, месяца проводить подобную презентацию. Большое спасибо всем. Если у кого-то есть запись, киньте мне, пожалуйста, в личку, иначе я сама ее найду, а может быть, даже запишу отдельно эту школу и поставлю ее на наш независимый канал. Большое спасибо всем. Пока-пока.